Ежегодно тысячи россиян попадают в ДТП среди пострадавших много и несовершеннолетних. Статистика неумолима. Основная причина аварии – это сознательное нарушение правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами. Как рассказали в правительстве специалисты Волговятск-Управдора, в прошлом году на федеральных трассах Ульяновской области выявили 4 места концентрации ДТП и 2 потенциально опасных объекта. Участки включили в план ремонта на этот год. Это мост через реку Сельдь, 6 километров на подъезде к Самаре, а также несколько участков на автодороге Цивильск-Ульяновск. Устроено и стационарное электрическое освещение на трех участках протяженностью более 2 километров. В этом году в рамках нацпроекта, в том числе с учетом специального казначейского кредита в 1,5 миллиарда рублей, нам удастся обновить 190 километров автомобильных дорог, проходящих перед территорией нашего региона. Поэтому достаточно большой комплекс мер мы предусмотрели. Мы вырабатываем на комиссиях по безопасности дорожного движения новые решения. К примеру, это так называемые шериф-балки, которые имитируют работы машины ДПС. Также добавили современные комплексы фото-видео фиксации и дорожные знаки, обновили разметку и модернизировали светофоры. По информации специалистов Центра организации дорожного движения, принимаемые меры дали результат. За 7 месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП, связанных с выездом на встречку, и количество погибших в авариях по данной причине сократилось в два раза. На этой неделе начинается новый учебный год. Поэтому главная задача сейчас – усилить безопасность детей на дорогах. Особенно учитывая достаточно тревожные цифры роста на 36% ДТП с участием несовершеннолетних в первой половине года, по сравнению с аналогичным периодом 22-го года. Это означает, что вопросы общей готовности дорог, проведения школьных автобусных маршрутов в нормативном состоянии, готовности всех соответствующих служб, проведения разъяснительной работы с детьми и водителями должно находиться на особом контуре. По автомобильным дорогам региона проходит 429 школьных маршрута. В преддверии начала нового учебного года сотрудники Министерства транспорта совместно с ГИБДД и общественниками проверяют дороги вблизи школ и детских садов. В Ульяновском районе, к примеру, разработано и утверждено 30 школьных маршрутов. Все они приняты. Дорогу у санатория имени Ленина отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». И, конечно же, мы очень рады тому, что школьные маршруты и эта дорога в рамках нацпроекта сделаны. Мы прошлись, посмотрели. Очень рады, что из санатория Ленина дети будут ездить в село Ундары учиться. И рады, что эта дорога очень хорошая. В этом году правительство закупило 71 новый школьный автобус к 294 имеющимся. Автомобили оснащены системой ГЛОНА с тахографами и проблесковыми маячками. Анна Тищенко, Юрий Ломатов, Улправда ТВ. Продолжение следует...